Прошлой осенью мы ездили в Ровну, чтобы посмотреть на туннель любви, но в этом году мы туда, естественно, не поехали, потому что поездка была очень тяжелой и такой достаточно спонтанной. Поэтому мы решили обойтись исключительно киевским туннелем любви, поэтому сегодня мы вам его покажем. И я расскажу, как туда доехать, что там интересного и стоит ли вообще туда ехать. А вы не забывайте подписываться на канал, обязательно поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А вы знали, что в Киеве есть свой туннель любви? Любимый трамвайный маршрут киевлян номер 12. Линия была заложена еще в 1900 году, однако тогда маршрут имел номер 19. Но после военных действий в Киеве во время Российской революции маршрут под номером 19 был закрыт, на смену которому пришел трамвай под номером 12. Это одна из старейших трамвайных линий в Киеве, которая растягивается более чем на 19 километров. Первый рейс отправляется ближе к 6 утра, а последний рейс около 12 часов ночи. Пожалуй, это самый удивительный маршрут в Киеве, большая часть которого проходит через лес. Время поездки от первой остановки на Контрактовой площади занимает час. Далеко не во всех местах на маршруте ловит сеть. Идею связать Пущеводицу с городом реализовали еще в 1900 году, соединив их однопутной линией парового трамвая, что соединяло Пущеводицу с Александровской площадью в Киеве. Ныне это Контрактовая площадь. Первый трамвай в Пущеводице был на паровой тяге в 1900 году, а уже через 4 года его сменили на электрический, сделав ее полностью двухпутной полноценной линией электрического трамвая. Кроме того, что трамвай в Пущеводице имеет более столетнюю историю, это также трамвайное сообщество играет незаурядную историческую роль в жизни не только Пущеводицы, но и Киева. В частности, во времена Первой и Второй мировой войны Пущеводийский трамвай перевозил бойцов прямо на линию фронта, забирал с линии фронта раненых и увозил в городские госпитали. А когда в Киеве не хватало топлива для обогрева, трамвай привозил необходимое количество запаса дров. В результате боевых действий во времена Второй мировой войны трамвайные линии были разрушены. Но со временем, в 1944 году, они были восстановлены. До 1980-х годов также существовал маршрут под номером 25, который проходил через Подол и заканчивался на вокзале. На сегодняшний день трамвайная линия обслуживается маршрутами номер 12 и 17, также курсирует и экскурсионный трамвайчик. 12 маршрут работает на этой линии почти с самого ее основания, соединяя поселок с Подолом. А второй маршрут под номером 17 является сокращенным вариантом первого. Трамвай под номером 12 давно стал для киевлян исторически ценным. Надеюсь, сегодняшнее видео для вас было интересным и полезным. Также мы уже готовим видео с нашего путешествия в Египет, поэтому скоро должны уже не появиться на канале. Поэтому обязательно включите колокольчик, поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться. Напишите в комментариях, понравилось ли вам это место, были ли вы здесь или хотели бы сюда попасть.